Макеевка В сентябре вся Макеевка широко отмечала 330-летие города. На праздник приехал и глава группировки ДНР Денис Пушилин. Мы знаем, сколько кадров теперь уже для Донецкой Народной Республики дарит Макеевка. Так уж получается. Ну, друзья, я сегодня буду действительно рад. Пушилин намекает на себя. Он сам в прошлом макеевчанин. Глобарь группировки приехал с подарком. Присвоил Макеевке статус города трудовой доблести. Макеевка – город трудовой доблести! Типичный вид на Макеевку – заводские трубы. Правда, дымит только одна. Как в городе обстоят дела с работой? Тахимы, металлургические, шахты. Ну и продовольственная сфера. Соответственно, транспорт. Здесь столько предприятий. Да, обычных металлургические предприятия были в великие времена. Сейчас, к сожалению, конечно, многие предприятия закрываются из-за абсолютно вот такого политической обстановки, скажем так. Есть Макеевка – коксохимзавод. Есть Синовский коксохимзавод. Потом еще вот есть металлургический завод. Ну, не весь. Только часть Блюминг, по-моему, работает. Как и другие города оккупированного Донбасса, промышленная Макеевка тяжело пережила переход под власть пророссийских боевиков. Проходная уже бывшего энергозавода «Механик» заросла травой. Пустуют шахты имени Ленина и Кирова. Да и с металлургическим заводом, одним из главных предприятий Макеевки, не все в порядке. Большая часть завода его не существует. Его разобрали. Остался проходный забор. Ну, часть там, что левее туда взять, если там Блюминг. Блюминг работает. И у объединения «Макеев-уголь» сейчас тяжелые времена. Структуры внешторгсервиса, монополиста по экспорту угля в Россию, оставили после себя многомесячные долги по зарплатам. Главарь группировки ДНР разводит руками. Это недопустимо, когда у шахтеров задерживается заработная плата. Тем более, это длится не неделями исчисляется, а исчисляется по месяцу, по два, а где-то, к сожалению, и больше. Мы рассчитываем на рост предприятия, должны развиваться с учетом того, что происходит в мире, в тех тенденциях, которые происходят. Без привлечения ученых у нас не получается двигаться. Макеевка по сравнению со многими другими городами под контролем ДНР выглядит относительно благополучно. Но жители признаются, денег на жизнь им часто не хватает. Безусловно, экономим. Может, немножко на отдыхе, может, на каких-то вот вещах. Ну, здоровье, питание как-то в приоритете. У меня родители живут в селе, в принципе, вот тем самым там овощи, фрукты от родителей. Все, помогаю им, езжу и этим экономлю, получается, здесь. Мы очень низкие зарплаты, поэтому и молодежь разъезжается. Работы в городе много, а зарплаты маленькие, прожиточный минимум высокий. Лично мне не хватает, поэтому я езжу на заработки. Зато кипит жизнь перед офисом фирмы «Мастер Торг». Эта фирма с пропиской в Макеевке – крупнейший импортер продуктов питания на неподконтрольный Донбасс. Выпускает даже товары под собственной торговой маркой «Бокадо». Предприятие связано с семьей Януковича и находится под особым покровительством Пушилина. «Мастер Торг» – основной спонсор городских мероприятий. Недавно этому поставщику консервированной кукурузы и оливок отдали в управление целую макеевскую шахту Чайкина. И сегодня, благодаря колоссальным усилиям компании «Мастер Торг», крупнейшая шахта Донбасса Чайкина снова на полном ходу. В остальном Макеевка – обычный донбасский город с разбитыми дорогами и надписями на украинском на стенах домов «Любить свое мисто». О войне напоминает «Ангел» – новый памятник погибшим в ходе конфликта. Обязательный Ленин на площади. И изыск владельца одного из кафе – статуи труса, балбеса и бывалого из советских комедий «Гайдая». А напротив – американский робот-трансформер. Город живет своей привычной жизнью. Перспективы есть, просто, может быть, еще время не пришло этих перспектив. Все в будущем. Я думаю, будет все у нас хорошо. В Макеевке, в Донецке, вообще в ДНР будет все хорошо. И все-таки макеевчане гордятся своей малой родиной. И считают, что статус города трудовой доблести Макеевка заслужила. Безусловно, заслужена. Макеевка – город Труженик. Да, достойные люди. Врачи, учителя, шахтеры, металлурги. Обязательно. Своё 330-летие Макеевка отметила концертом на Главной площади под песней группы «Руки вверх». Правда, на сцене пел не солист российской поп-группы Сергей Жуков, а его брат Михаил. Продолжение следует...